Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Политический эксперт Янис Григлис На студии. Добрый день Хотел все-таки такой вопрос задать Который не могу вам не задать, он у всех на слуху И не только, кстати, у Рижан Все следят за развитием событий В Рижской Думе, есть разные сценарии Как дальше будет развиваться Как вам кажется, дойдет ли дело До внеочередных выборов в Рижскую Думу? Да, ну сейчас мы смотрим Милушаков уезжает в Европу Да, Американ тоже уезжает в Европу Главное, тяжеловесие Рижская Дума, естественно, уезжает Хорошо, не видно, но не Дани Сатурлайса Ну, он все-таки бывший военный Полковник, билоначальник штаба 40-й армии, который Он был из Афганистана Потом был уже командующим нашими вооруженными силами И, так сказать, опыт большой у него Он политик, это уже давно В центре согласия, по-моему, партии Нет, он Годского Патрига состоит Да, Годского Патрига, извиняюсь Он там состоит, и он давно уже в Рижской Думе Так что опыт у него большой Ну, конечно, как работает комиссия По безопасности, порядку И, так сказать, руководит Ну, сколько мы слышим Ну, кое-что, наверное, делает Но, я думаю, из всех фигур Он в такой, в принципе, стабилен Но, вопрос стоит, мы видим Четыре человека ушли Сейчас они стараются добиться Оппозиции Голосования за доверие Турлайса Если эти четыре, которые исключены из партии Не голосуют Значит, в принципе, Турлай стирает Свою должность И, в принципе, тогда получается Что мер не будет И в течение двух месяцев После двух месяцев В Риге нету мера Можно по закону начинать Распускать Думу Да, и тогда идет Не очередным выбором Но, конечно, тоже тут интересно Сейчас, сколько я вижу Оппозиция Сейчас готовится Она ведь занимается оппозицией Хотят это вот Проверить, как эти четыре будут голосовать Да Потом будут думать Как их-то переманить себе На свою сторону И останется все-таки Можете сказать Не будет фракции Но будет продерживать Таких важных Голосований Центр согласия Готского по три Но Это проверка Ну, теперь, что интересно Если вы вспомните Что некоторые Многие товарищи Которые были Во главе Аттысты, Байпар И новой консервативной партии Ушли в СЕИ И сейчас, я думаю Некоторые из СЕИ Чувствуют, что У них ушла возможность Пробовать Занять должность Или мера Риги Или вице-мера Риги Мы представляем Кое-кто из ведущих политиков Том, который находится В Думе И некоторые Которые сейчас проблемы Они жалеют Что они остались в Думе У них этих проблем Не было Как у того Юрыша Например, сегодня В Думе То есть он остался У него проблем не было Скажем так Невозможно, да Вроде бы Там проблемы у него С ЕИ возникли В Думе Вроде бы не было Не было Например Ну и, как сказать Я думаю Например Мистер Господин Бондар Тоже думает Что, в принципе Он бы В этот случай Мог вполне спокойно Баллотироваться На мера Риги А сейчас он депутат Как сказать Ну, комиссион руководит Конечно, да По финансам Да, но С другой стороны После мера Риги Я думаю Не такой уж плохой Для многих Это правда Все-таки На ваш взгляд Где Вот эта правящая Коалиция Согласия Где они ошиблись Потому что Ну, понятно Что перевес был Небольшой 32 против 28 Но все-таки Мы знаем Что вот Независимый депутат Путнич Фактически Перешел на их сторону Стало 33 против 27 Ну, все-таки Работать можно Решение принимать можно Где они все-таки Ошиблись Или это действительно Отъезд Ушакова Сыграл такую Злую шутку Вот эти скандалы Которые были В чем они Просчитались На ваш взгляд Ну, я думаю Что, ну Конечно Отъезд Ушакова Сыграл большую роль Ну, с другой стороны Конечно Ситуация интересная А стоило ли Обоим им С Американцем Уезжать Начнем с этого Да Ну, в конце концов Был же еще вариант Избрали их Они же могли Сложить Европейские мандаты И остаться в Риге Например Да Тоже вариант же был Они голоса получили Да Ну, интересно Ну, понимаете Мы голосуем За спасение Нила Ну, что Нил Будет бороться За бесплатные билеты Европы Для Рижан Ну, это же не тема Европейского парламента Да Ну, конечно Можно пожелать Поменять Свою, ну, так сказать Политическую карьеру Это нормальный вариант Побить в Европе Америку Тоже это вроде С одной стороны нормально Ну, конечно Ну, конечно Потому что В этом случае Как бы Как ни было Смешно Хорошо Во фракции В серии Там, конечно Есть Урбоглавей Урбанович Там еще есть товарищ Сильные фигуры А Гришка И Думи Они двое Ушли И там Ну, хорошо Готовили Готовили Конечно Вице-меры Конечно Там У нас вроде бы Сказать Буров И этот Ну, из Центра Согласа Этот Который ушел Баранник Да, Баранник Они вроде бы Подготовлены Они всегда работали Тоже Иступали Они тоже Сказать Были известны всем И то есть Они работали А больше А за них А за них двух Дальше вроде бы Ничего не слышно Ну, Турлайс Конечно Да Он, можно сказать Так не вырисовывался Да Ну, вот в принципе И сейчас у них Достаточно Такой короткий Коротенький Как сказать Скамейка резервистов Получилась У партии Хотя партия Болчая И надо было Об этом думать Конечно Там еще Ну, на вице-мэре Выдвигали Этого Бергманица Да Сандриса Да Но почему Эти четверо Проголосовали Против его Вот стоит вопрос Какие там Все-таки Еще Подводные камни Подводные камни Внутри партии Еще есть Это видно Что Там нет Такого Так сказать Нам надо удержаться Отдаваясь Всеми Единым фронтом Хорошо Это решили Двигаем Двигаем Поддерживаем Будет И там Дальше Будем смотреть Потому что Принцип Пока Если Эти четверо Голосуют При всех Важных Голосованиях За Центр Согласия То Центр Согласия Можешь продержаться Вот сказал Патрига Власти Пока Ну конечно Там еще У них есть Запасы Байба Розенталы Которая Достаточно Сильная фигура И все-таки Известная фигура Латвии Да Ну Как она будет Готова ли она Она была Министром Здравоохранения Она была Так что У нее Большой политики Есть Да Ну Будет ли она Она готова И как ее воспримет Ну Как сказать Все ли политики Будут согласны Чтобы она Тоже стала И например Мером Или вице-мером Ну так Мы Рассуждаем Допустим Да То есть Ситуация Весьма сложная А вот Что касается Внеочередных выборов Есть здесь тоже Два мнения Есть все-таки Дойдет дело До неочередных выборов Есть такой прогноз Что согласие Может власть Не удержать больше То есть Не получить 51% Это Боим Розен Валдвий Сказал такой прогноз Политолог Да Ну конечно Тут многом Зависит От Избирателей Потому что Сейчас Ну Во многом Зависит Думаю Согласие У согласия Есть свой Стабильный Избиратель Но теперь Вопрос Они были Как сказать Все пришли И проголосовали Единым фронтом За Ушакова Из Америкса Придут ли Теперь Эти Избиратели Таким же Единым фронтом Когда в списках Не будет Ушакова И Америкса Что они Будут делать Это загадка Это достаточно Большая загадка Потому что пока Непонятно Кто может быть Приемником Ушакова Тут допустим Если Год сказал Под Риг Избиратели Допустим Двинем Двинем Турлайса А теперь Избиратели Центра Согласия Могут А мы Хотим Вроде бы Другого Понимаете Тут такой Достаточно Вопрос Сложный Ну и конечно Зависит от того Как будет запущен Аппарат Пропаганды Боюсь Боюсь Что нет Особенно С учетом Тех скандалов Которые там Есть Которые там Все таки Есть Ну и конечно Я думаю Что ну Конечно Для рижанина То есть Сказать Что это Масса Этих Советников Которые Получили Громадные Зарплаты Ну Конечно Вопрос Конечно Стоит вопрос Сколько же Там денег Ушло Я думаю Много Не подсчитано Ну и конечно Еще вопрос Один есть Такой Интересный Который Может сказать Не так много Говорят Мы знаем Что главные Дела заведены Против Рига Сатекс Мы все Там Бенхем Под следствием Еще там Ряд людей Ну и Стоит вопрос Когда они Начнут говорить И будут Как говорится И что они скажут Понемножку Ну скажем Даже Может более точно Понемножку Будет сдавать Соответственно Товарищей Ну как мы знаем В любом случае И там могут быть Последствия соответственно Там Нет Там Когда уже выдвигается Когда выходят Небольшие Там сказать Сейчас уже нюансы Они естественно Это сказать В любом следствии Появляется информация Этот был там Там Дальше проверяется А он там был Ну и дальше Уже цепочка Зависит Так сказать Того Как раскручивать Дело следователей Как профессионально Всего Ну сейчас конечно Сейчас тут Галактическая публика Читает книгу Страх Третья часть Деньги Большое Интересно Что же Ну конечно Там Как говорится Люди Там сказать Ну создали Такой Обзак И образы Там фамилии Поменены Там происходит Собитие Но фамилии Очень узнаваемые Там по одной Две буквы По одной Две буквы Да Я думаю Рекомендую многим Прочитать эту книгу И там сказать Многое увидеть Ну конечно Там события Конечно Они придуманы Но с другой стороны Я считаю что Мы просто читатели Мы не знаем Такое Было А некоторые органы Можешь посмотреть А действительно Что-то такое Там было Был какой-то Там договор Или не был И второе Тогда вопрос Есть что-то там Сказать И достаточно Есть Правдивые факты Так интересно Как они попали В руки авторов Тоже интересно Например Это достаточно Такая интересная Ну а уже Третья книга Конечно Вроде бы Ничего не происходит Но В целом Ситуация интересная Это конечно касалось Латвийского банка В этом случае Да Вот Если говорить Еще о других Вот интересных Событиях Мы знаем Что Министр юстиции Господин Борденс Провозгласил Принцип Бескомпромисной Законности Ну Как этот принцип Реализуется на практике Это тема отдельного разговора Но зато Я так понимаю Все-таки он довольно Близко подобрался К генеральному прокурору Вот сегодня Сейм уже собрал 34 подписи Видимо Все-таки Будут пытаться Как-то вот Генеральному прокурору Сместись Как вам кажется Ну я думаю Все 34 подписи Собрали Ну дальше конечно Как все говорят Мы должны прочитать То что написал Борденс И его доклад Его так сказать Ну Он там на сколько-то В страницах Десятках Пару десятков страниц Но он закрытый На нем стоит Гриф секретности Не всем разрешает Читать Кому только полагается Ну посмотрим Что он виден Конечно Когда это дело Будет собрано Дело будет рассматриваться Конечно Это все материалы Попадут депутатам Чтобы они могли Посмотреть Задать вопросы Прокурору И так далее Конечно Долгость у прокурора Очень тяжелая Сложная Но И конечно Тут вопрос То и так Бескомпромиссная фигура Главное вопрос Так Если у Борденс Идет На это бескомпромиссно Законность Законность Бывает Не бывает Компромиссная Есть законность И она нет Она есть Так и нет Но второе Борден Объявил Что мы будем Бороться Всеми Ставленникам Будем снимать Ну Сколько Как далеко Другие Подпарламентские Фракции Согласится Что они Будут Проводить Чистку Ну хорошо Генеральным прокурорам Может быть Найдут Много проблем Хорошо Ну они За кого Они следующее Возьмутся А тогда Другие Фракции Так просто Их поддержат Если Не будет Да Выполнять Свою программу Своей партии А другие Партии Они что же За законности Все А бескомпромиссно Что это такое Ну так Интересный Интересный вопрос Хорошо Конечно Генеральному вопросу Тут есть Я Я так полагаю Что даже Я не исключаю Что уже Где-то Уже шли Переговоры И какие Предложения Есть Некоторые люди Возможно Уже даже Сделаны По поводу Будущей донусы Генерального прокурора Хотя Ну Я конечно Не знаю Юристов Судей Там Из какого Круга Можно избрать Но я думаю Что И тут Эта скамеечка Резервистов На донус генерального Не такая уж длинная Это правда Да Ну вот интересно Еще Это тема Другой Беседы Я так понимаю Что Все таки Скорее всего Валдельс Домбовский Получит номинацию Юго-комиссара Несмотря на все Видимо другого Такого сильного Кандидата У правительства нет Судя по всему Я думаю Я думаю Что он получит Да И вроде бы Уже и премьер сказал Ну там Можно конечно Говорить Что там Может быть Там Кого-то Конкурс Но Я думаю Что в этом случае Все таки Учитывая Его опыт Там Такой Большой опыт В этом плане Конечно Всегда можно сказать Что желательно Бедругого Заменить И в таком плане Но К сожалению У нас пока Избиратели Так сделали Они Евродепутатов Не заменили То у нас Новый пришел Новый пришел Только ИЕПС По-моему Из Из Этистей Байпар Да Из Этистей Байпар ИЕПС Остальные По-моему Все уже бывшие Все уже были Да Если даже Бомбровский Одноеврокомиссар Вместо тоже придет Вайдер Тоже бывшие Ну если Скажем Тут Некоторые оценивают Виборы Что были хорошие Так они должны были быть Там сказать Все показали свое И все А ну да Ушаков и Америкс пошли Извиняюсь Да-да-да Правильно Они же новые пришли Да Это понятно Согласие Вот так сказать Хорошие выборы Там все так должно было быть Да Но вопрос Стоит другой А другие Например задают вопрос А думали ли наши Избиратели Желают они Каких-то изменений Они проголосовали За старые Ну хорошо Мелборда Пришла новая Она просто популярна Еще у националов Да Но в принципе Национальный Получил два места Центр согласия Два места И Венотеба Два места Да Ну и Жданох еще Ну и один ИЕПС появился А что вопрос Ну а некоторые говорят То есть наш избиратель Ну как бы сказать Голосовал Как бы шел По легкому пути Ну давай за кого-то Я давай знаю Может давайте Старые там были Или подобное Давайте за него А сам Эриксов За такие А Смотри Какие еще Предложения Других партий Ну Я бы согласился С теми Политологи Которые говорят Если наш избиратель Думал То у нас было 8 мест То у нас должно быть Каждый депутат С одной партии Другой партии Это показало Может быть Что наш избиратель Думает У него очень разные мнения Это правда Да Это тоже такое интересное Это очень интересный вопрос Да Я из Григориц на студии Привез ненадолго Новости рекламы Не переключайтесь Еще раз Добрый день Я из Григориц У нас в студии И вот мы говорили Примеру В том числе О новой Консервативной партии Господина Борденса Который не против Начать расследование О соответствии Генерального прокурора Занимаемого должности Но мы знаем Что однопартийца Господина Борденса Представитель Тоже новой Консервативной партии Министр сообщений Тайс Ринка Решил разобраться С правлением Латвии Зарешейш Латвийской железной дороги Я так понимаю Что по крайней мере Двоих из трех Человек Он хотел бы уволить Я так понимаю Сейчас будет решать совет Латвии Зарешейш С чем это связано И к чему это может привести Ну тут очевидно Стоит вопрос О многих проблемах Какие-то на железной дороге Ну я думаю Вот тут даже Интересная ситуация У нас сейчас проблема Идет с закупками Пожильских поездов Уже которые разойдет И теперь Обжалование Этих конкурсов По поводу Закупки электрических поездов И все И все Но с другой стороны Пассажер Вилтин Он как бы вроде бы Относится как-то Железная дорога Не так-то уже Очень близко Он как бы Относится Автопереводчикам Интересная система Как больше подминистерства Ну конечно У нас Железная дорога Это конечно Пути сообщений Большие Грузовые перевозки И все Ну конечно Железная дорога Если так копаться Глубже И так Рыть по-настоящему То можно задать Массу вопросов Например Когда Срывали Железную дорогу Сняли Лепая Ванспилс Гулбен Иереки Например Сняли Да Потом Ну хорошо До границы От Гулбен До границы Там Через Балви Да Ваксу мы сняли Потом Рига Иереки Сняли Да Потом Там Закрыли Пожильский Превоз Это начал Христофан Ваню Далепая Да Литовцы Там закрыли Ренге Можайкай Но сейчас Литовцы Уже строят Обратно Дорогу Проиграли Все европейские Суды И строят Обратно Но это конечно Все события Тянется Обратно В историю Железной дороги Когда эти начальники Не были власти Да То есть Там какая-то Очевидно Сказать Есть какие-то Нюансы Вопросы Которые требуются Если конечно Ну министр прав Да И там Он нашел Настоящий вопрос Где Действительно Сказать У них Найти То ему Очевидно Ну надо было Объемно Существовать Свои вопросы Ну и с другой стороны Если министр Хотел И он Министерство Где много Много Чиновников Да Мы все знаем Какое оно здание Занимает Да Это точно Это ж дверская То есть У него надо было До этого Если он решил Там Видеть Что там Действительно Нашлись Не Сказать Люди Которые Не работают Или плохо Работают Или И другие Там сказать Какие-то Нарушения совершают Ему надо было Создать свою команду Подготовиться Этот вопрос И тогда Уже снять Если он сам Как сказать Со своей Ну как С поста Решил Я тут попробую Снять Ну конечно У них есть права Защищаться Они защищаются И тут Уже Министр Должен доказать Где Нарушение Проблемы Железной дороги Пока Ну допустим Виде Обвинение В сторону Железной дороги Я пока Не слышал Конечно Там Я думаю Там Я знаю Можно Я знаю Даже Где Я даже знаю Где можно Начинать Копать Под ними Но Знает ли Все эти нюансы Министр Знает ли он Как там И в каком Состоянии Это дело Это тоже Потому что Конечно Это дело Тонкое Но С другой стороны Может быть Есть желание Партии Поставить Своих товарищей Да Железная дорога Есть большие Большие Доходы Железная дорога Работает Очень много Перевозок Россий Сейчас смотрите Идет Например Через Ригу Идет Грузовой состав И видим Российская Железная дорога Не смотрел Пустой Эшелон По моему После разрушки Угля идет Извание По моему Откуда-то Да И посмотрю Российская Железная дорога Там еще Там более Какие-то Написи Какие-то Новотранс Еще какие-то Масса Этих Грузов Видно Что они разгружены Где-то обратно В Россию То есть Железные дороги Конечно Есть большие Большие Перевозки Конечно Это очень Лакомный Кусок И учитывая Что теперь Рейл Балтик И что будет Тоже Ведет Эту систему То есть Уже И тем больше Будет строительство Рейл Балтика Но Дай Бог Чтобы Действительно Было Что эти Господа Руководители Что-то там Действительно Нарушили Что-то там У них есть Какие-то Вопросы Где можно Предъявить им Серьезные претензии Ну Чтобы не было Просто Сказать Борьба За должности Так что Тут Пока Потому что Появилась В прессе Пока Ни о чем Конкретно Мы судить Сажение Не можем Но Про такой Вопрос Есть И это Возможно Ну Я думаю Что Ну Мне кажется Таким Министин Кайтыс Он Не будет слушать Руководство Своих партий Давай снимай Там Я кажется Он немножко В этом плане Он нейтрален Он думаю Не подастся Партии Давайте там Безкомпромиссные Законные Законные Сидят И давайте тут Рубить И давайте снимать По этой системе Как там желают Некоторые товарищи Три главных Так назовем их Да Готовь всех снять Всех уволить Посадить И так далее Да Я думаю Ну Тогда Если у него есть Очень серьезные основания Вельские причины Это другой вопрос Это нашел Но нашел я Не знаю Пару же вопрос Да Вот еще Важная тема На прошлой неделе Как мы знаем Сейм избрал Уже С первого захода Президентом Латвии Гилл-Олевиц Как вы к нему Относитесь Как вообще Относитесь К решению Коалиции Именно Этого человека Двигать Президента Потому что Здесь есть Целый ряд людей Которые считают Что Все таки Господин Левиц При всем к нему Уважение Он хороший Юрист Судья Вопросов нет Но все таки Последние Не знаю 25 лет В Латвии Не жил По большому счету Да и раньше Он фактически В Латвию Вернулся Ненадолго На пару лет В начале 90-х годов Как вы Это все воспринимаете Ну Допустим В этом плане Я думаю Что он поступил Ну как Тисто с его позиции Что он Убедился Что у него Идет Он получает Свой Гарантированный За 50% И тогда он согласился Он Ну в принципе Он шел к этому Это было видно Да Это в принципе Потому что он согласился Что дело было видно И при наших Ну конечно При нашем Достаточно Специфической Коалиции Сейма Ну это допустим Как-то все-таки Депутаты договорились И решили Ну и конечно Думаю Что поддержка Думаю Так сказать Есть и так сказать Наших друзей В этом плане И я думаю Ну как в данном случае Он как юрист Очень в этом плане Умный Конечно Видно Что он Ну по первым выступлению Действительно Были без бумаги Были достаточно Подготовлены Видно Что он В этом плане Подкованный товарищ Он по своему Выступлению И по такому уровню Он близок Вайровид Фрейберге Да Ну если допустим Провести параллели Вайровид Фрейберг Тоже переехала сюда Через много-много лет Не в Латвии Да Она вернулась Притом даже покороче Чем он все-таки Все-таки родился В Латвии Какой-то Учился в средней школе Потом уехал Потом уже приехал В начале 90-х Тут Сказать Участвовал В всех этих событиях Вот И достаточно Там создал Ну Эти Документы Важные Он писал Все-таки Создал Так что Я думаю Ну а заслуги У него есть В этом плане Ну теперь вопрос Конечно Очень большой Как он Как он будет готовиться Президенту И как он поймет Что должен делать президент Конечно Он в этом плане Президент Это не судья И даже не юрист Это не его обязанности В этом плане Ну конечно Он должен это знать Но В принципе он должен быть И в политике Хорошо разбираться Да Да Но в этом плане Думаю Юридические вопросы Те вопросы Конечно Когда там они нужны Чтобы не попасть В проблему Он конечно Его спасет Но Это не главные вопросы Его будущей жизни Будет Конечно У него будут все вопросы И будут обращаться И все Пусть это Скажем У нас президент Как бы сказать Эту представительскую функцию Но в этом плане Международном плане У него проблем нет У него там Несколько языков Он знает Ну самое главное Что Как я понял Он знает Немецкий Французский Английский Это самые такие Ну Решающие языки Которые он знает В этом плане Он В этом плане Он по-моему Очень сильный И очень хорошо Это даже Да Вот Ну дальше Все зависит Его Как он сделает Свою команду Потому что Верянись По команде 12 нынешних Я думаю Ну зависит Ну сейчас он конечно Жил Андриса Тейкманиса Который Ну был и мэром У нас в Риге И дипломатом И все Ну это И по своему Соединенных Штатов Да То есть он тоже Мет очень мощный Дипломатический Именно Так сказать Опыт И все Ну и Как сказать Человек Ну ему Я думаю Под 60 Он тоже Не молодой Да То есть человек Уже действительно Серьезный Думаю Это очень близок По возрасту Президенту Да Президенту Да А его Розенберга Его так сказать Она опытная Очень 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 Да Может ли Левец Повторить Вот не знаю Путь Я имею ввиду Президентскую Популярность Варьевики Фредерги Потому что Можно по-разному Конечно Ее оценивать Но то что Она была Довольно Сильной личностью И была Есть Никто Отрицательнее Не будет Ну это Его сейчас Рука Как он Создаст Команду Как он Расставит Как он Ну как Скажем так Как он Сможет Собрать Людей Которые Которые Смогут Его Держать Постоянно Курсы Дел А разных Событиях И чтобы Он еще Параллельно Получал Не только Официальную Информацию Которую Будут давать Министры Таком плане Вот вот Но еще и неофициальную И какой-то Неофициальную Вот Если он найдет Достаточно Такую Ну и так Не дадай ему Кому-то Сговорить что-то Может я знаю Не знаю Но он должен Это иметь Ввиду Он должен Себе это Все собрать Чтобы он Знал Понимал Ситуацию И конечно Сейчас конечно У него Стоит большие Как говорится Визовы Популярно Сейчас говорят Это конечно Проблемы У нас Ну надо сказать Население Бендота Все это Социальное Распространение Мы все понимаем Охранение И все Ну и он конечно Тут Я думаю Что у него Есть один рычаг Который мало Использовали Другие президенты Это все таки Он Верховный Вождь Вооруженной силы Главнокомандующий Да И во вторых Он председатель Совета Национальной безопасности Совета А не комиссии Да И то есть Я думаю Вот этот рычаг Его рука Который другие Президенты Не так использовали Я думаю Это сейчас Его руках Да Ну если он Это сказать Этот рычаг Будет использовать То его популярность И так сказать Такая Он думаю Может расти Достаточно прилично Ну и дальше Так сказать Там зависит От конечно Действия Об этом Можно целую передачу Обсуждать Что ему лучше делать В каком направлении Конечно Как вы думаете Я знаю Что вы тоже В свое время За это выступали Дойдем И в обозримом Будущее До всенародного Выбора Президента Ну сейчас Как нынешний Президент Сказал Что он считает Что нынешний вариант Очень хороший Ничего менять не надо Да Он не меняет Ну в крайнем случае Это Это сказать Вопрос Всегда будет Вопрос Референдума Это Как собрать Вопрос Как сделать Референдум И вопрос Как Ну сейчас Мы знаем Что референдум Очень трудно сделать Собирая подписи Но очевидно Тут стоит Я думаю Вот в этом плане Президент Как юрист Может увидеть Что такие сложности Забрание подписей И возбуждение референдума Я думаю Ему как юристу Я думаю Что он может Это в плане Ну что таки Внести Своё предложение И пересмотр Это в закон Облегчению Что все таки Народ Легче Высказать Своё мнение То есть Собрать эти 130 тысяч подписей Почти 150 Это невозможно Это невозможно И поэтому У нас С 12-го года Никаких референдумов Нет Мы в Литве Сейчас были выборы И референдум По сокращению Количества депутатов Семь по-моему Да А у нас То же самое В принципе Даже тогда Есть вариант Я думаю Что президент Как большой Юрист В этом плане Может хорошо Видеть Разные выходы Я думаю Что это один Если он этот вопрос Решит Думаю Не надо бояться Референдумов Потому что Сейчас есть Преамбула Есть другие нюансы Которые укрепляют Много вопросов О которых Не надо бояться Призываться Да А вопрос Допустим С народным избранным Президентом Там допустим О замораживании Зарплат Этим депутатам Или сокращение Например Депутатов Самоуправлений И тому Другие нюансы Это все Это вполне Думаю Это никто Возражать не будет И там сказать И так же Можно референдум И других вопросов Хоть то же самое Например О Ну хорошо В ситуации Есть такой вопрос Как Например В случае обороны Если сказать Вооруженный народ По швейцарской модели Например Переход А полчинцы Да Полчинцы Переход На швейцарскую модель Когда фактически Каждого Военнообязанного Готового Пригодного Службы Имеется дома Все приготовленные У него Рюкзак С необходимой Амуницией Амуницией Всем Ну и там Где-то Так сказать Может Близости Где-то Хранится Его Винтовка Там Или Потому что По-другому Ты никак В маленькой стране Всеобъемлющую оборону Не создашь А там Когда такая Оборона Тогда Все Знает Если У народа Есть оружие На руках И народ Может Стрелять То Любого Средь Возникает Потому что Нужно ли Ехать По их дорогам Когда ты Не знаешь Откуда Они будут Стрелять Чем Близости Стрелять Понимаете Это Такой важный Психологический Может Последний вопрос Который Хотел Вам задать Все-таки У вас Такой Уникальный В какой-то Степени Опыт Потому что Вы Имеете Опыт Жизни В городе И вот На селе Сейчас Мы знаем Что Министр Пуца Затеял Большую Реформу Региональную В целом Вы ее Поддерживаете Она нужна Или То что Предлагается Это не тот Вариант Я думаю Что Я скажу Так Что Предыдущая Реформа Была Уже Громадная Ошибка Надо было Делать Районная Система Работала Работана Можно было Перезвать Районы Этими Новыми И не надо Было Сильно Переместить Какой-то Пагас Другой Район Волос Другой И объединить Две Волос Это был Другой Вопрос А такое Как сейчас Получилось Такие Слабые Ну конечно Есть конечно Некоторые Из них Сильные Ну теперь Можно смотреть Но я Сколько Вижу Что сильные Например Волос Это Смилтона Это Ливаны Это Сигулда Ну Еще Может быть Броцаны Парцалдусом Не так Много Таких Маленьких Волос Которые Сильные Стали А другие Масса Маленьких Волос А те Которые Например Остались Большие Остались Близко У своего Центра Они живут У них Достаточно Нормальная Ситуация Да Конечно Там Ну И Конечно Под этой Системой Конечно Если Они Создали Проблемы И Перевозки Школьников И Медицине И везде Так сказать Я думаю Ну Как сказать Я Против Той Реформы Был Но Если Идет Обратно К тому Более Упорядочен И Конечно Меньше Этих Надо Я Согласен Ну Конечно Там Будет Ряд Нюансов Получится Или Не Получится Другой Я Изгрегиваюсь У нас был В студии И Большое Спасибо Спасибо